Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник Очень Многодетной Мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Друзья мои, напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал. Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, ну а также своих хороших и добрых зрителей. Я хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Ребят, огромное вам спасибо за вашу поддержку. Ну а также своих зрителей хочу поздравить с пятницей, друзья мои! У нас погода, просто закачаешься! За окном куча снега, друзья мои, вовсю светит солнце, и уже, вы знаете, вот просто поют птицы, и правда, ощущение того, что, ну, не за горами. Совсем скоро уже прямо вот ощущается приближение весны, это так здорово! Настроение просто огонь, вот да, вот стоит выйти солнце, и уже настроение поднимается, настроение прекрасное. Ну что, друзья мои, да, счастье-то привалило, это все-таки случилось, представляете? В телеграм-канале Лёлька разместила фотографию, на которой счастливая поберуха, нарядная, довольная, и подписала эту фотографию. Благодарю за поздравления, скоро вернусь к вам, не теряйте, ваша счастливая Оля. Ну что, ребят, на фотографии Лёлька при параде, да, при параде, в том самом платье с блестяшками, в котором, помните, которое она нам демонстрировала дома, находясь, без вуали, друзья мои, со своими этими сережками, да, как говорится, рядом, рядом, друзья мои, виднеется тот самый костюм жениха, да-да, жениха, да. Вы знаете, ну, я так понимаю, да, по вот этим вот небольшим таким, я бы сказала, маленьким таким, да, маленьким таким плечиком, что, скорее всего, конечно же, в этом костюме счастливый Григорий, друзья мои, ну, а кто ж еще по всем, знаете, по всем пунктам прошел именно Григорий, в этом даже нисколько никто не сомневался. Ну, да, хотя были разные версии, кто-то там писал, что, да ну вы что, Галя, какой Григорий, она же говорила про Андрея Козлодоева, господи, это вообще полнейшая бредятина, как можно было поверить в то, что она выйдет замуж за Козлодоева. Ну, Козлодоев женат там Машкина, ее подруги, да, пусть там какие они там, никакие подруги, не подруги и так далее, пусть хоть клятые, заклятые, переклятые подруги, дело не в этом, причем тут Козлодоев, он вообще, как говорится, не пришей козе рукав, да. Так вот, друзья мои, я так понимаю, ну там показали нам только такое, знаете, маленькое, такое маленькое, скромненькое плечико жениха в этом костюме, ну да, нарядили, нарядили Гриху, друзья мои, Лелька светится прямо вообще счастливая. Я вот, знаете, смотрю на ее вот это счастливое выражение лица и думаю, надолго ли, вот мне просто интересно, как скоро, друзья мои, у Лельки перестанут светиться глаза. Я вот думаю, хоть бы на свадебку-то хватило, да, а то потом опять начнется, он мне это сказал, он мне не так сказал, он на меня не так посмотрел, он не так сделал, а я вот так, а он вот так, и так, ну в общем, да. А, ну что, ребят, помните, был такой прикол, да, писали у меня на канале постоянно об этом, Гриха, если тебя держат в заложниках, моргни. Ну что, друзья мои, хомяки никогда ни черта не видят, я же говорю, хомяки-поберухи, да, собственно, как и все другие хомяки, они, знаете, смотрят в книгу и видят исключительно фигу. Гриха там бедный, бедный изморгался весь, да, уже обморгался до нервного тика, а хомяки так ничего и не поняли. Надо было им спасать мужика, пока, как говорится, еще была такая возможность, ну а сейчас уже все, как говорится, поздняк метаться. Лелька накинула-таки на него ермо и сказала, все, будешь рядом со мной. Ведь, ребят, мы прекрасно понимаем, что сожрет эта самка богомола кого угодно, сожрет и Гриху, и даже нисколечко им не подавится. Ну и, конечно же, тут же понеслась душа в рай, вот под этим, значит, под этим постом, под этой фотографией в телеграм-канале огромное количество поздравлений. Поздравляем новую семейку общества, да, ну, значит, поздравляем там, да, значит, свадьба, свадьба и так далее, желаем вам счастья, желаем туда, желаем сюда. Да, и, кстати, мне в телеграм-канале написали, ребят, за что купила, как говорится, за то и продаю, я посмотрела, написали под моим телеге, да, под моим предыдущим обзором, под вчерашним обзором на поберуху, что, да, видели, видели, как раз-таки, значит, у ЗАГСа видели, что Быкова была вместе с Гришей. Ну, то, что с Гришей, я думаю, что так оно и есть, что с Гришей, ну, короче, ладно, не суть важна. Друзья мои, все-таки, неужели эта свадьба состоялась, потому что много было разных предположений, да, все думали по-разному, кто-то говорил, что будет, кто-то говорил, что не будет, кто-то писал, да вы что, с ума сошли, вы что не видите, вы что не слышите, что она постоянно врет. Вы знаете, чем, собственно, больше, да, времени поберуха об этом говорила, я сказала, я говорю, я нисколько не удивлюсь, а она же, она же сама признавалась, что она без мужика жить не может. Кто-то скажет, ну и что, причем тут жить без мужика, да, и к чему здесь штамп в паспорте? Ну, опять же, да, у нее свои, так скажем, взгляды на некоторые моменты, да, может быть, ей это для чего-то нужно, может быть, опять же, она до сих пор, друзья мои, надеется на звание мать-героиня, да, и извините, если она опять будет жить там с каким-то там очередным сожителем, то, конечно же, это будет ей только в минус, хотя я уверена, что никакое звание мать-героиня она уже не получит, но в любом случае, Надежда, как известно, умирает последней, Лёлька может, может на это надеяться, конечно же, может, да, опять же, она ведь, ну, кто его знает. Короче, ладно, ребята, Лёлька счастливая показала себя, посмотрите, то есть, я так понимаю, то самое белое платье, в котором как раз-таки она демонстрировала и позировала, да, вчера в свадебном салоне, я так понимаю, это просто была такая, знаете, своего рода замануха, потому что, когда она там сфотографировалась, да, я еще сказала, я говорю, я не знаю, может быть, она просто взяла и сфоткалась, и не собиралась даже, и не планировала покупать это белое свадебное платье, по большому счету, нафига. Да, и это белое свадебное платье, скажите, пожалуйста, если она говорит, что мы собираемся отмечать в кругу своих друзей, да, вернее, в кругу своих детей, взрослых, да, будет там из друзей, будет буквально один-два человека, и то, если они придут, ну, и ради кого она будет покупать вот это свадебное платье, на кой фиг, как говорится, оно ей надо. Но, ребят, знаете, вот что мне интересно, да, вот сейчас понятно, сейчас там праздник, свадьба, все счастливы и так далее, а ведь потом-то, знаете, будет, а поутру они проснулись, а ведь потом-то, как говорится, все будет точно так же, как и было. И ведь Лёлька же, помните, говорила о том, что вот у жениха, у него есть дети, да, ну, если это греха, а мы думаем все-таки, уже давным-давно думаем, что это греха, да, то у него тоже есть свои дети, это понятно. И Лёлька проговорилась в одном из предпоследних каких-то там последних стримов, да, она говорила о том, что дети, да, двое детей точно, скорее всего, будут жить с нами. То ли двое, то ли один, вот я не помню, что-то она такое сказала. Я, кстати, сомневаюсь в этом моменте по той простой причине, потому что мне странно, как-то мать может отдать своих детей, да, в новую семью своего бывшего мужа, да и какой, собственно, смысл, да, тем более вот такой, как поберуха. Ведь их ситуацию с Артёмом и с Ульяной знали абсолютно все, и мы видели прекрасно, ребят, прекрасно, да, эта Лёлька сейчас тут пытается показывать, какая она добренькая, какая она хорошая, да, какая она молодец, как она готова, да-да, дети мужа, я вот и готова их принять и так далее. Лёль, ты можешь перед кем угодно изображать вот этот театр абсурда, да, вот эту вот бедную несчастную актрису Погорелого театра, но мы видели прекрасно твое истинное отношение к Артёму и к Ульяне. Да, может быть, ты к ним относилась относительно нормально, но то, что тебе дети, которые с тобой прожили под одной крышей пять лет, так не стали детьми достаточно родными, это сто процентов. Одна твоя фраза, название твоего ролика, который ты выложила три года тому назад, мачеха по неволе, то есть, типа, меня заставили, да, я не хотела этих детей. Пять лет, ребят, с детьми под одной крышей. Пять лет с детьми, которые называли тебя мамой. И у неё ни один мускул не дрогнул, когда она выгоняла этих детей вместе с Женей Бе в никуда просто, понимаете? Поэтому верить ей, что у неё будут какие-то чувства там по отношению к Гришиным детям, да не им, ей точно так же не нужно. Ей свои-то дети, блин, сто лет не нужны, да, а тут там чьи-то дети, там мужиков. Но в лучшем случае, друзья мои, дети эти будут вытирать сопли Лёлькиным детям. Будет у них такая же участь, как, собственно, и у детей у Артёма и у Ульяны, да, которые там тоже носились с Лёлькиными детьми, да, с детьми Жени Бе уже от Лёльки. В общем, как-то так. Ну, в плане свадьбы, ребят, чтобы Поберуха не говорила, чтобы она там не рассказывала в своём последнем стриме, что, не знаю, когда ей задавали вопрос, а будете ли вы выкладывать торжество, свадьбу, все вот эти вот фотографии, видосы, так, не знаю, нет, не знаю, не знаю, подумаю, подумаю, не хочется, не хочется вот этого говна на вентилятор, туда-сюда, хочется только позитива. Не верю, ребят, от слова совсем, Поберуха ещё как будет, если будет что выкладывать, она ещё как будет зарабатывать на этой теме, она будет вот это, вот это дело выкладывать абсолютно вовсюда, и над Зеной, в Телегу, и, конечно же, в первую очередь на Ютуб, и будет мусолить этот момент, ну, я не знаю, ну, вот всё, сколько, сколько возможно, да, ну-ка, такая тема, тут даже придумывать ничего не надо, вот, пожалуйста, вам события, вот, как говорится, смотрите, да, и так далее. Естественно, все пойдут смотреть, если она будет что-то выкладывать, это понятно, да, человек, который выставлял каждый свой чих на всеобщее обозрение, говорит о том, что, да нет, наверное, я свадьбу выкладывать не буду, да, конечно, рассказывая сказки, да, про белого бычка, как говорится, кому-нибудь другому. Даже зашла вон в свадебный салон, сфоткала себя в свадебном платье, и то написала, не могу с вами не поделиться своей радостью, да, напялила платье, которое, скорее всего, даже и не покупала, да, которое ей нафиг, как говорится, не надо, и не могу не поделиться, да, а тут свадьбы, не-не-не, делиться не буду. Ну, и жениха нам не показывает, ребята, боится-боится, боится-боится, друзья мои, что уведут, да, как она сказала, хейтеры уведут, хейтеры уведут жениха. Не, Лёлька, ты знаешь, все-таки, как я уже говорила, повторялась, и еще раз повторюсь, нам столько не выпить, нам столько не осилить с нашими девочками, да, ребят. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор, небольшой, да, ну, извините, как есть, как говорится, там, собственно, фотография Лёльки во всей красе, да, фотография рядышком такой, знаете, маленькая такая плечика, знаете, не такие, не такие прямо, да, плечи, как говорится, касая сажень в плечах, нет, да, а вот такая, знаете, такие маленькие-маленькие-малюсенькие такие плечики такие, вот, ну, видно, да, как говорится. Ну, ничего, может, Лёлька Григория, глядишь, и откормит, как говорится, как знать, да, Лёлька-то на харчах вон как поднялась, да, может быть, и Гриху на харчах этих донатчиков, халявщиков, хотелось сказать, донатчиков, нет, халявщица там Лёлька, да, на харчах донатчиков поднимут, а на натурпродуктах, ну, Гриша точно должен поправиться, друзья мои, Лёлька же всегда говорит, у нас такие домашние, такие натуральные продукты, это всем продуктам продукты. Правда, вы знаете, кроме Лёльки, там нет больше никого откормленного, все Лёлькины дети ходят бледно-бело, какого-то синего цвета, да, все худые, все прозрачные и так далее, одна Лёлька у нас, как говорится, кровь с молоком, ну, не знаю, может, Гриху повезет больше, может, Гриху все-таки откормят на харчах. Ребята, вот такой у меня получился обзор, продолжение, конечно же, следует, будем следить за всей этой катавасией, за этой свадебной, как говорится, да, церемонией, за этим сериалом. Вышла замуж, да, ну что ж, как говорится, мечты сбываются, друзья мои. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok